Сегодня территория Израиля напоминает недоеденный кусок пиццы. Увы, но это вовсе не ирония. Как же так получилось, что государство, образованное около четырех тысяч лет назад, имеет такие унизительные границы? Ведь земля, на которую сегодня распространяется израильский суверенитет, в четыре раза меньше от того, что было обещано Богом Аврааму. Но о ее истинных размерах чуть позже. Несмотря на то, что земля и была дарована Богом еврейскому народу, получить ее он мог ценой военных сражений, а удержать только послушанием Богу. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. За 38 лет перед тем, как войти в Ханаан, Иисус Новин ходил с разведкой в эту добрую и плодородную землю в числе 12 лазутчиков. Только двое из 12, сам Новин и Халев, были убеждены, что евреям по силам завоевать эту землю. Собственно, они оба стали единственными, кто был удостоен войти в землю, обетованную из тех, кто вышел из Египта. Красота и обилие земли не потускнели у Новинов памяти, и вот теперь он должен был ввести туда армии израильтян, чтобы покорить эту территорию. Однако еще до того, как евреи перешли Иордан, свой земельный надел получила колено Монасии, Гада и Рувима. Многие не понимают еврейского завоевания Ханаана, забывая, что в те времена война являлась одним из стержней власти любого античного суверена. Если государство не воевало, значит, скорее всего, оно уже было кем-то завоевано, или наоборот, являлось сверхдержавой. А сувереном Израиля и этой территории являлся сам Бог. А потому следует помнить, что изгнание и уничтожение хананеев являлось повелением Всевышнего, дабы они не научили вас делать такие мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом Богом вашим. Бог требовал очистить землю обетованную от скверны, чтобы Израиль мог жить праведно, как велит закон Божий. Люди, которые не изучали Ветхий Завет, спешат обвинять евреев в геноциде коренного населения. Но если бы так было, то никаких хананских народов, о которых упоминается в книге Иисуса Новина и книге царей, рядом с евреями не должно было бы быть. А мы то тут, то там встречаем упоминания о народах, которые якобы были уничтожены. Например, в книге Иисуса Новина в 10 главе сообщается о полном уничтожении жителей города Давир. Никого не осталось, кто уцелел бы. Так написано. Однако в 15 главе Халев вновь идет против жителей Давира, которые пять глав назад были уничтожены. Похоже, что книга Иисуса Новина полна ярких метафор и эмоциональных иллюстраций, характерных для многих книг древности, а потому некоторые утверждения из нее нельзя понимать буквально. Ну и придавать сомнению каждый стих тоже неправильно. Протяженность границ будущих владений евреев Бог указал еще Аврааму. Это были две реки. С востока Ефрат, а с запада какая-то египетская речка. Хотя реку Ефрат легко различить, можно задаться вопросом, какой участок реки Ефрат используется Богом в качестве границы. Говорит ли он только о самой северной части или о всей длине реки, текущей по территории Ирака? Что касается египетской реки, то здесь как минимум два мнения. Одни исследователи подразумевают под ней Нил, другие же наоборот утверждают, что это была одна из пограничных египетских речек. Вероятно, имеется в виду река Вади-эль-Ариш, которая отделяла Египет от Израиля, и на которой стоял город Ринакалюра. Вместе с тем, если опираться на полную протяженность рек Нил и Ефрат, или частичную, соединив их прямой линией, то мы получим огромную территорию. Взгляните на эту карту. Здесь обозначены предположительные границы земли обетованной, основанные на указаниях книги чисел и книги Иезекиля. Некоторые географические точки идентифицировать на современной местности так и не удалось, но общее представление о территории, обещанной Богом, становится чуть более конкретным. Однако Израиль никогда не владел той территорией, что была обещана Богом. В книгах Иисуса Новина и Судей сказано, что некоторые из распределенных территорий так и не удалось полностью подчинить. Так племена Завулона, Осира, Нефалима и Дана не смогли овладеть выделенными им землями. Кроме того, противоречиво звучит 18 и 19 текст первой главы книги Судей. Там сказано, что колено Иуды захватило такие города, как Газа, Ашкелон и Экрон, но после утверждается, что равнина так и осталась непокоренной. В действительности и в конце второго тысячелетия до нашей эры прибрежная долина оказалась в руках филистимлян. Те земли, которыми во времена Иисуса Навина действительно завладели евреи, были намного меньшими, чем обещал им Бог. Когда мы рассматриваем карту раздела Израиля между двенадцатью коленами, может сложиться впечатление, что все эти земельные участки – та самая территория, которая принадлежала и контролировалась евреями. Но мы уже поняли, что это не так. Библия четко сообщает, что некоторые народы Ханаана так и не были изгнаны евреями с тех территорий, где они проживали. Они были лишь данниками Израиля, но военного контроля над этими территориями Израиль не имел. Обратите внимание, вот приблизительно какой территорией владели евреи после завоевания войсками Иисуса Навина. Из-за того, что языческие народы не были истреблены так, как это повелел Бог, и оставались в тесном соседстве с евреями, это стало камнем преткновения для Бога избранного народа, который стал быстро перенимать культуру и обычаи язычников, и в итоге скатился в идолопоклонство. Лишь во времена царствования царей Давида и Соломона территория Израиля достигла максимальных за всю свою историю размеров. Красным цветом обозначена территория, которой владел Израиль до Давида. Оранжевым отмечена территория, завоеванная Давидом и впоследствии унаследованная его сыном Соломоном. Желтым цветом обозначены территории, экономически зависимые от Израиля. Это были данники или вассалы. Таким образом, при Давиде и Соломоне территория страны, за исключением двух узких прибрежных полосок, примерно достигала размеров земли обетованной. К сожалению, многие цари, как Израиля, так и иудеи, отпали от истинного Бога, чем предопределили полное падение этих государств и утрате дарованных им территорий. Но военные победы и удержание завоеванных территорий достигались только в те периоды времени, когда евреи были послушны Богу и возвращались к заповедям Его. Как только они отходили от Бога, они терпели военные поражения и теряли свои земли. Но Бог предупреждал народ через Моисея еще в самом начале. «Если вы развратитесь и сделаете из вояния, изображающее что-либо, то скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудите много времени на ней, но погибнете, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь». Что в итоге произошло? Именно то, о чем говорил Бог. Евреи развратились и на 2700 лет потеряли свои земли, а народ был рассеян по всему миру, где во многих странах его гнали, притесняли, унижали и истребляли. Как и тогда, так и сегодня, не только евреи, но и многие другие народы не в состоянии понять тот факт, что протяженность границ определяется не силой, оружием и уровнем разведки, а исключительно волей Бога. Ведь когда-то евреи завоевали Иерихон лишь с помощью труп, ну а во времена Гедеона победа над Мадеонитянами была одержана с помощью кувшинов и светильников. И военные успехи Иисуса Новина объясняются далеко не только его личными качествами, но тем, что Господь Бог Израилев сражался за Израиль. А потому главное не терять связь с Богом, так как из-за пренебрежения законом Господь неоднократно посылал на Израиль завоевателей в качестве наказания за непослушание. Но куда большая проблема не в том, что оспаривается легитимность сегодняшних границ государства Израиль, а в том, что границы между текстом священного писания и устной традицией полностью размыты, и отличать Божью истину от человеческих преданий многие просто не хотят. Субтитры создавал DimaTorzok